Для начала я хотел спросить, кто из вас ни разу не спал, не ночевал в спальном мешке в палаточке? Есть такие? Все, класс. А кто наоборот матерый походник, который там... Хорошо, класс. В общем-то, сегодняшний мой рассказ предназначен для первой группы людей скорее, потому что я буду рассказывать о том, как, не дожидаясь ничей, ничего зова, самому отправиться в поход. Точнее, даже не в поход, а в вылазку. И сейчас я объясню разницу. Так что у нас сегодня сеанс вредных советов. Если вдруг я из одной из походов не вернусь, то сразу забывайте все, что я сегодня говорил. Это плохие советы. А можно сразу вопрос? Ты ходишь по России или ты уезжаешь туда, где ты в Норвегию? По России? Ну, был в Монголии. В основном по России. Начнем. Какой образ возникает при слове «поход»? У меня примерно такой. Такая человеческая многоножка, огромные рюкзаки. Впереди идет вожак. Его можно узнать, потому что на нем больше всего камуфляжа. У него самый большой рюкзак. У всех огромные рюкзаки, которые опровергают представление просто науки о возможности позвоночника. Сбоку болтается какой-нибудь чугунный котелок копченый, и там гремят консервы с тушенкой. Потом вся эта человеческая многоножка приходит и организовывает лагерь. Он выглядит где-то так. Одна из сторон света объявляется туалетом. Туда лучше не ходить. Потом начинает все шуршать пакетиками из перекрестка. И старший по группе, его можно узнать по камуфляжной бандане, говорит, что вы сегодня старший по кухне и должны чистить мешок картошки. Вы копаетесь в запасах еды, берете топорик, рубите дрова, организовываете костер, готовите хавку. И потом под гитарку все это урча наяривают на это, под песню про апостола Андрея и села батарейка. Это мои представления о походах. Это твои фотографии? Нет, я никогда не участвовал. Это мои фантазии и фотографии из интернета. Хочу извиниться перед людьми, которые здесь изображены, потому что они не увидят это. В общем, я в этом никогда не участвовал. Это мои фантазии. Но я хотел рассказать как раз о другой стороне путешествия на природу. То есть то, что бывает по-другому. Я тут ключевые картинки кидал и ключевые слова. Технологичный, функциональный, умный, мобильный, независимый, индивидуальный, бесследный. Если вы думаете, что я вам манипулирую как магазин на диване, показать красивые фотографии на красивом пейзаже, то вы правы. Но на самом деле разница между двумя этими образами, она не только визуальная. Это не просто там типа красивые пейзажики, снята на хорошую камеру и там снаряжение подороже. Разница тут на самом деле настолько ключевая, что я, в общем-то, не использую к этому образу вообще слово «поход». Поэтому на фише оно зачеркнуто. Для меня самого не было необходимости придумать никакого названия, но для лекции пришлось придумать слово «вылазка». Поэтому слева у нас поход, справа вылазка. Вылазка потому, что ты, как ниндзя, как разведчик, проникаешь в природу незамеченным, не оставляя следы и с минимальным воздействием на окружающую среду. Поэтому разница здесь не только визуальная, но и, в общем-то, и в цели, которую преследуют люди, отправляясь на природу. Слева скорее в поход, как мне кажется, отправляют скорее, чтобы взаимодействовать с другими людьми, а природа — это просто декорация. То есть вы смотрите, взаимодействуете с другими людьми, собрались в компании, ходите вместе прийти в время, и вместо того отправиться в бар, отправились в лес на речку. Но справа же совершенно другая вещь, потому что здесь главная природа, то есть ты хочешь наедине взаимодействовать с природой, и, в общем-то, другие люди тебе это особо не нужны. То есть разница между этими образами — это как горячая путевка Египет, где вас заселяют в отель, и вы там потом на автобусе с надписью «заказной» катаетесь по экскурсиям. И, не знаю, самостоятельным путешествием в какое-нибудь место, где вы снимаете хату на R&B и взаимодействуете со средой самостоятельно. Я как раз сегодня буду рассказывать, как вы поняли, про вторую часть, про вылазки, а не про походы. Я расскажу про принципы, которые определяют разницу между этими образами, про то, как парочку слов про снаряжение, про то, как прокладывают маршруты, про опасности, которые могут преследовать. И перед этим, перед тем, как перейти к принципам, я коротко пройдусь по своему опыту. То есть то, как я к этому пришел, и вообще, где я был, и что я видел, просто потому что опыт выступающего определяет весомость его слов. То есть, типа, что это за хуй с горы, чтобы вам тут втирать. Ну и, кроме того, если вы хотите показать фотографии из отпуска, просто назовите это лекцией, соберите всех людей, закройте дверь и показывайте фотографии. Как я начал ходить, и как вообще обычно начинают ходить на природу? Происходит это обычно, что вас увлекают другие люди, то есть или ваши родители, или ваши друзья берут за компанию, или там вы обращаетесь в какую-нибудь коммерческую фирму, где там старший вожак опытный берет вас с собой с незнакомыми людьми, или там скаутский отряд молодость организовывает там выход в леса Раменского. У меня ничего такого не было, и я, в общем-то, не стремился никогда самостоятельно выбраться, просто потому что вот этот образ, который я показывал про походы, он мне был сразу не особо приятен. И вот после 24 лет я был городским неженкой, замкаде для меня было просто с каким-то страшным словом туда лучше не убираться, но все изменилось, потому что я вернулся из армии, и это дало сразу взаимодействие трех факторов. Во-первых, когда ты проводишь год за забором 500 на 500 метров, ты сразу фантазируешь о том, где ты мог бы оказаться вместо этого места богом проклятого. Во-вторых, после армии тебе кажется, что я море по колено. То есть все, никаких границ нет, ну, знаменитый армейский способ. Вижу цель, не вижу препятствий. То есть ты решаешь задачу любой ценой, и, в общем-то, это мышление, оно потом немного еще действует после возвращения домой. И третий фактор, то, что я был нищебродом, и я не мог себе позволить сгонять в Европу красиво покататься, посмотреть там красивые вещи. И вот я решил сгонять в поход самостоятельно. Так как у меня не было никаких знакомых, с которыми я мог привязаться, я решил, что нафиг это надо, я сам все смогу. Но при этом, так как у меня было море по колено, я не начал читать обзоры и вообще, как ходить по ходу, и я решил, что я сам все сам придумаю. Я просто взял городской свой рюкзак, самый обычный, взял коврик от йоги, который у меня где-то валялся, порезал его по ширине тела, порезал его на четыре части поперек, чтобы он влез в рюкзак. И я протестировал, чтобы мне было нормально, я вышел в четыре утра из дома в парк соседний, положил эти четыре кусочка возле пруда на травку, лег, полежал 15 минут, сказал, ну, вроде нормально. Запихнул рюкзак, типа, все, я готов. Я поехал, ну, вот, в общем-то, с таким-то рюкзаком, самым обычным. Я купил билеты на поезд, поехал в Минск, просто потому, что я там многие места знаю, и просто прямо с вокзала в течение девяти часов шел пешком просто по трассе. Вышел за пределы города, вон там, то есть вот граница Минска, а я там дальше пошел. Дошел к вечеру до какого-то поля, сказал, типа, ладно, это место подходит, положил, смотрите, четыре кусочка пенки просто под открытым небом, мне повезло, что не было осадков, лег спать и понял сразу о своей ошибке. То есть мне стало очень холодно, я достал запасные носки, как варежки, напихнул их на руки и, в общем-то, охерел. Потом я понял, что надо что-то предпринимать, но там ночью искать дрова и пытаться организовать костер уже было немного поздновато и страшновато, потому что я шугался от каждого шороха, который просто слышал в ночи, в темноте. Я нашел дом, переделанный из вагона цистерны, забрался в него и вот в такой вот позе ждал рассвета, надеясь, когда же это все скорее закончится. И вот четыре мои кусочка пенки, на которых я лежал. Я, естественно, заболел от переохлаждения. До этого днем, когда я шел, я обгорел, я уникальным загаром обзавелся. И, в общем-то, но меня это не остановило, и вместо того, чтобы сказать, походу, это не мое, я такой, типа, я много узнал, в следующий раз все будет гораздо лучше. И в следующий раз я задумал более обдуманную вылазку. Я решил отправиться в Калининградскую область. Ну, вы знаете Калининград, где Балтийская Курская коса. И я просто в течение недели шел по берегу от Балтийской косы до Курской. Там, в общем-то, было июль или август даже, было тепло, комфортные условия. Я обзавелся рюкзаком, коврик у меня был, то есть все было уже более нормально, палаточку. И так как это было, может показаться, что это довольно скучно, просто неделю идти вдоль береговой линии, но по сравнению с белорусскими полями это было интересно. И вообще это было как песочница, только второй вариант. То есть первый — это неудачный, второй — получше, когда я просто протестировал, каково это. И вот, получается, четыре года назад я впервые заночевал в палатке в спальнике и подумал, что все это неплохо и можно двигаться дальше. Ну вот. То есть это моя снаряга, в общем-то, налегке отправился. Я сделал выводы и начал постепенно усложнять, повышать уровни сложности. Через год я отправился уже на Кавказ. Тут, в общем-то, типичное путешествие, довольно скучное там по Грузии. Единственное, вот интересно, по пути из Великого Каза в Грузию, я вместо того, чтобы напрямую пойти по дороге, я ходил по ущельям среди гор Северной Осетии. Совершенно случайно оказался на могиле Северного Бодрова, там, где на него ледник сошел, на Крамадонское ущелье. То есть я бродил среди гор, но не забирался на город, так как понимал, что мне это будет жопа. Так что я понимал границы своей компетентности, ночевал не только на природе, но и в заброшенных поселках, и в городских парках останавливался в Грузии. И, в общем-то, вот такое у меня было снаряжение. Довольно легкий рюкзачок, типичный коврик Менка. Дальше, я чуть-чуть ускорюсь, дальше был Кольский полуостров, когда я решил отправиться на полуостров Рыбач. Это самая мыс, самая северная материковая точка России в Европе. Там, в общем-то, было красиво, но и гораздо суровее. То есть там был постоянно очень сильный ветер, из-за чего было сложно останавливаться на перевалы, на перевалы просто отдохнуть, так как сразу становилось холодно. И плюс были проблемы, что в первой ночевке какие-то звери содержали мои запасы еды. И четверо суток я на шоколадках и на батончиках, в смысле, выдержал. С тех пор я не ем сникерсы. То есть это, опять же, какое-то следующее усложнение, новый уровень, новые условия, в которых я оказался, обзавелся моим опытом. Опять же, рюкзачок по минимуму, то есть никак у этих ребят из походов. Дальше следующий. Это была Байкал и Монголия. Это был единственный раз, когда я не один отправился. Там было примерно так. Опять же, снаряга моя примерно вот так вот вмещалась. Потом я снова отправился на Кульский полуостров. На этот раз я по горному массиву Лавозерские тундры проперлся. И это был очередной случай, когда я облажался, потому что, несмотря на то, что это был июнь, там было вот так вот. Но так там дистанция не очень длинная, и температура все-таки была плюсовая, у меня были достаточно запасов еды, то я решил не разворачиваться и просто через это снежное месиво пройтись. Такое контролируемое слабоумие. И приходилось там импровизировать, потому что я особо не был готов к снегу. Я из герметичных мешков пытался себе сделать обвязки. Ну, потому что ты проваливаешься по снег, иногда там по колено. И чтобы не заваривалось, ты пытаешься вот изолентой обмотал герметичные мешки вокруг ног, чтобы не промочить ноги на морозе. В общем-то было контролируемое слабоумие, но так как там был полярный день, я там мог 24 часа подряд идти без того, что меня застала ночь врасплох, то, в общем-то, поделался легким испугом и обнаруженным лицом. И последняя вылазка — это этим летом. Там всего путешествия 4,5 месяца, но формат вылазки, наверное, относится только по Камчатке в течение месяца. Ну, вот по цвету можно понять, что синий — это всякие автостопы или общественный транспорт, желтый — это пешком. То есть здесь, наверное, самое интересное — это вот вулкан Ключевская сопка, и где-то вот в середине этой группы вулканов я в течение недели родил. там тоже было красиво. Бесерки. Опять же, снаряга по минимуму — это рюкзак, который упакован вместе с едой на 7 дней. То есть 7 дней автономного существования. И вот, в общем-то, если подводить итог моего опыта, то можно сразу понять, что это был путь, который стремился, что это путь вылазок, то есть минимальными усилиями, минимальным снаряжением обходиться. И если кажется, что на самом деле рюкзак довольно большой, то это просто вопрос сравнения. То есть вот это в хостеле в Красноярске и справа мой рюкзак, а слева какого-то матерого чувачка. На самом деле я даже принес рюкзак. Это упакованный рюкзак. Как раз я упаковал так же, как он для Камчатки. Единственное, что здесь нет еды и воды. Но в целом вот базовое снаряжение, которого достаточно для того, чтобы месяц бродить по Камчатке. Ну, на самом деле, неважно, сколько месяц или не месяц, так как это просто автономная штука, которая позволяет ей существовать самостоятельно. И, как можно было заметить, у меня было постоянное усиление сложности. То есть я начал с самого простого уровня, бархатные условия Калининградской области, август, тепло, море. И постепенно усложнял условия и допускал себе все дальше и дальше, позволял себе продвигаться дальше и дальше. Теперь после этой практики можно рассказать про принципы, которые определяют разницу между вылазками и походами. Я опять буду на сравнении с карикатурными фотографиями из интернета. И вот первый принцип — это отправляться одному. Я уже кратко об этом прошел. Почему надо одному? Ну, не надо, а почему я предпочитаю одному? Просто для того это определяет цель, ради которой вы отправляетесь. То есть вы хотите потусить с ребятами, там, не знаю, тимбилдинг, совместный прожитый опыт и все такое. Или вы хотите остаться наедине с природой. И как червяк, который, пробираясь по земле, прогладывает еду и пропускает через себя, так вы, пробираясь через природу, пропускаете через себя. И, соответственно, когда вы отправляетесь один, то у вас нет никаких помех взаимодействия с природой. То есть вы один-на-один, никаких там социальных взаимодействий. С точки зрения цели — это помехи. Потому что ничто не должно мешать интимному взаимоотношению с природой и ее красотой. Поэтому это не только взаимодействие с природой, но и взаимодействие с собой, но при этом это не путь выживальщика. То есть иногда у меня спрашивают, типа, зачем ты себя истязаешь? Это типа ты хочешь себя проверить. Но есть отношение другое. То есть ты не враг себе, который ставит самому себе задачи и говорит, ну что, сможешь ли ты? Подтянешь. А наоборот, ты сам себе друг. И это такой акт взаимодействия с ними собой и доверия самому себе. Потому что, наверное, понятно, что опыт, необычный опыт, дает больше понятия самому себе. Ну и какие-то еще более бытовые плюсы. То, что когда ты отправляешься один, тебе просто проще все организовать, синхронизировать. Ты не опираешься на скорость двух людей, на их желания, куда они хотят. Не надо там водить диктатуру, что я тут главный, я определяю маршрут. И вот сегодня мы остаемся ночевать здесь. Проще перемещаться, проще поймать автостоп. Ну, проще все. Минусы. Есть, конечно же, минусы. Ну, очевидно, это вопросы безопасности, к которым я потом вернусь. Что если ты один и с тобой что-то случилось, то ситуация будет хуже, чем если ты с кем-то, то может тебе помочь. Ну и также приходится, если ты один, то иногда в некоторых условиях это означает, что ты с незнакомыми людьми. Например, если ты просто ищешь жилье в каком-нибудь поселке, естественно, если ты с компанией, то мы могли там целую комнату занять. А если ты один, то ты заселяешься с какими-то незнакомыми ребятками. Ну и одна еще из важных причин, что, как говорят, счастье есть только тогда, когда оно разделяемо с кем-то другим. Поэтому если, в общем-то, у вас есть с кем сгонять, то так тоже норм. Главное, чтобы вам было с ним комфортно и все-таки, чтобы было не сильно дофига. Ну, потому что в моем представлении два человека — ок, больше двух — это уже толпа. Следующий принцип. Это не оставлять следов. То есть то, что я говорил про вылазку. То есть ты как разведчик, который старается незаметно пробраться через природу, не оставляя следов. Это касается… То есть если разделить свое взаимодействие с природой, то можно разделить на две части. Это следы, которые оставляешь для людей. То есть, например, не знаю, выкинул бумажку, она там, с точки зрения природы, она там разложится и превратится в органическое удобрение какое-нибудь. А с точки зрения человека, который там пройдет после тебя, это засаривает взор. То есть это мусор. И вторая часть — это про то воздействие на природу непосредственно напрямую. То есть загрязнение и все такое. Соответственно, это касается и лагеря. Понятно, что если ты отправляешься один, то твой след гораздо меньше, потому что нет в этом коэффициенте умножения. Когда ты прошелся один, один человек по тропинке воздействие гораздо меньше, чем если прошло 16 человек. И то же самое… Ну, короче, все умножается во много раз. А если ты один, то это гораздо меньше последствий. Это гораздо… более спокойный и чистый лагерь, например. То есть если сравнивать, то вот, например, классический лагерь. Просто палатка стоит у меня, и в предбаннике вот горелка, на которой там кипятится стаканчик с водой. То есть такое расхожее выражение среди этих походников, что забирать с собой только воспоминания, оставляя только свои следы. Поэтому не надо оставлять мусор, не надо оставлять засечки, надписи «Армавир 2003» вырубать в засечках или там писать угольками, не оставлять весь мусор забирать с собой, стараться обходиться без костров и этих кострищ, то есть ограничиваться горелкой, чтобы разогреть себе. Ну, в общем-то, ничто не должно… Все на месте, где вы побывали, должно остаться таким же, каким было до вас. Следующий принцип – это технологичность. То есть, опять же, мир не стоит на месте, развиваются технологии, и необязательно собираться в поход. Это вот камуфляжный набор, который остался после дембеля, вот эти вот котелочки, все можно добиться лучше. То есть технологии не стоят на месте. Так. И эстетичность. То есть, если у вас есть возможность, старайтесь выглядеть не так, а как-нибудь так. На самом деле, выглядите так, как вам нравится, но главное… Ну, не то, что главное. Я считаю, что с ним должно быть такое отношение, что я сейчас там не по городу галяю, поэтому можно наплевать. Эти ботинки довольно удобные, поэтому похер, что не обсосные. То есть старайтесь нравиться себе даже в таких условиях, чтобы это не было такого, ну, как, не знаю, как многие дома ходят в каких-нибудь тряниках с тянутыми коленками и двырками, потому что, ну, я дома, чего хотите. Ну, то есть то же самое и про выглазки. То есть старайтесь выглядеть эстетично даже среди природы, когда вас никто не видит. И другой верняющий принцип – это минимум. То есть старайтесь обходиться необходимым минимумом. Это в основном встречается вопрос о том, о подборе снаряжения, то есть сколько это занимает места, сколько занимает объема, сколько это весит и нужно ли вам вообще это. Думаю, мне надо объяснять причину, почему чем легче рюкзак, тем вам будет удобней, то есть вы сможете пройти больше расстояния, вам будет комфортней, вы будете больше внимания своего уделять тому, что находится вокруг вас, а не то, что у вас болят плечи и гремит котелок. Какой-то чувак в интернете нарисовал такую диаграмму, которая по его собственному опыту определяет, сколько он мог пройти в день километра в зависимости от веса рюкзака. Ну, в общем, тут понятна зависимость, что вот если рюкзак весит 25 кг, то он может 16 км пройти, а если 5, то 50. Конечно, это какой-то человек-мутант, не знаю, как он такие расстояния проходит, но принцип понятен. Чем больше весит рюкзак, тем меньше вы можете пройти за день. Даже если у вас нет цели пройти как можно больше за день, если у вас там ограниченная дистанция, которая перед вами стоит, то просто вам будет пройти это гораздо проще, удобнее и комфортнее. И как добиться маленького веса? Есть такое движение, называется оно легкоходство. У них есть множество всяких сайтов, адептов, советов о том. Ну, у них, естественно, такая религиозная секта, цель которой, что все оборудование должно быть вместе как можно меньше, просто минимум. И, естественно, как с любым идеологическим течением, с ним надо быть аккуратным, потому что это нора, которая бесконечно глубокая. То есть это примерно как аудиофильство. У вас благие намерения, что вы хотите просто получше звук сделать, но в конце концов вы прогреваете провода за 50 тысяч и паяете лампы, а не занимаетесь тем, что вы насладаетесь музыкой. Поэтому то же самое есть и среди легкоходства. То есть вот какой-то чувак, который ультралегкоход, он познал жизнь, он понял, что ему ничего не надо, ему не нужна противмоскитная сетка, потому что он веяние с природой, ему не нужен каркас для палатки, потому что он использует трекинговые палки, коврик ему не нужен, ничего не надо. И вообще можно заметить, что он просветился. То есть надо, короче, чувствовать границы, когда с вами перестанут общаться с вашими друзьями, когда вы рассказываете, на что вы готовы потирать, того, чтобы уменьшить вес вашего снаряжения. Вообще это очень полезная вещь. Сама цель движения, что вес – это один из главных критериев, который определяет ваше впечатление от вылазки, оно очень полезно. То есть этот чувак совсем прозрел, и при этом это еще не предел. То есть дальше он там может отказаться вообще от навеса, жить в бросочих норах и вообще питаться, собирать влагу капель росы с листьев. И вообще, наверное, идеальный легкоход выглядит как-то так. Единственное, что дубинка довольно тяжеловата. Короче, это как любимое высказывание Людвига, что правило должно быть как резинка трусов, не слишком другое, не слишком свободное. То есть это полезно придерживаться правилу вообще почитать про это движение, но необязательно упаровываться и совсем сходить с ума по этому поводу. Легкоходство можно… Способы, которыми достигается минимальный вес, можно разделить на три пункта. У вещи есть аналог гораздо легче при той же функциональности. Можно совмещать функционал, когда вы одной вещью решаете сразу задачу, которая стоит перед другой, и таким образом отказываетесь от второй. И третье – это вообще отказ от вещи, потому что нахер она тебе не нужна. Если у вас есть дизайнеры, и если вы изучали, значит, что такое ТРИС, теория решения изобретательских задач, то вы увидите аналогии. То есть какая-то функция, которая решает снаряжение, и есть способы увеличить ее эффективность. То есть ты или увеличиваешь просто КПД функции, когда уменьшаешь вес, но оставляя ее функцию, вы перекладываете функцию, когда вы отказываетесь с самому предмету, но функция остается. И третий пункт, когда вы полностью отказываетесь от функции, потому что понимаете, что она избыточна. Пройдемся по трем пунктам. Есть аналог легче. Чтобы понимать, сколько у вас все весит, естественно, надо обзавестись, наверное, весами. Это такой первый путь, легкий путь в сторону задротства. Вы покупаете весы кухонные, которые до 5 килограмм выдерживают, и взвешиваете все, что у вас есть. Выглядит это примерно так. То есть это моя табличка. Она выглядит достаточно задротски. На самом деле можно ее разбить на две части. Это просто список снаряжения по категориям, название типа и название модели. И вот справа сейчас сколько это все весит. Желтым цветом я выделяю из группы непосредственно, когда отправляюсь в вылазку, то, что мне непосредственно понадобится. И все автоматически считается. И вот мне в конце он дает, что всего это будет весить 9200 грамм. Из них на себе 2 килограмма примерно и 7300 грамм в рюкзаке. И дело в том, что по умолчанию любое снаряжение, которое там, не знаете, заходите в спортмастер, там по дефолту лежит какая-нибудь палатка или рюкзак. Оно все супертяжелое, просто потому что никто не парится. И легко найти такой же вариант, только в два раза легче. Это вообще не проблема по сравнению с самым базовым моделем. А потом найти еще более легкую модель, а потом еще более легкую. Естественно, там все сложнее и сложнее. И возникает вопрос, типа, какой ценой вы собираетесь облегчать свое снаряжение. И, естественно, первый ответ, то, что более легкое снаряжение дороже, просто потому что там оно более технологичное. Придумывали новые материалы, умные ребята поработали над тем, чтобы весело поменьше. И чтобы в этом всем не утонуть и не слить все свое бабло, полезно рассчитать просто стоимость улучшения своего снаряжения. То есть, например, в этой табличке для каждого пункта, ну, не для каждого, для основных, есть альтернативные варианты, которые, например, нашел, что они полегче. Я нашел более легкий рюкзак. Он весит 860 грамм по сравнению с 1170, который у меня сейчас. И стоит он там сколько-то тысяч рублей. И таким образом легко рассчитать стоимость каждого одного грамма уменьшения веса. То есть, стоимость грамма, речь не про кокаин, а про то, что сколько вам обойдется апгрейд и уменьшение веса. Таким образом легко сопоставлять и понимать границы адекватности, потому что вы можете потратить до хера денег на улучшение какой-нибудь там палатки за стоимость 25 рублей за грамм, когда у вас есть, например, горелка, которую можно обновить за 4 рубля за грамм. В общем, это такой просто легкий способ понять, насколько адекватно вы тратите деньги. Но это такой уже шаг в сторону задротства, потому что если у вас есть весы, то вы начинаете по-другому смотреть на варахло, которое собираете с собой. Мой, наверное, предел задротства, что я уже отправляюсь, по-моему, на север, я решил не брать с собой ключи от дома, потому что они весили 200 с чем-то грамм. А я до этого все взвесил и подумал, как я тут так старался, чтобы все было легче. Нахера мне с собой ключи, которые мне не понадобятся, я их просто нахер выкинул. Подумал, кто-нибудь мне откроет дверь. Теперь немного от экрана. На примере того, как идет улучшение технологий. То есть, например, это самый базовый коврик из спортмастера. И вы его, естественно, не запихнуть в рюкзак, хотя там можно придумать способ, но обычно вы его просто приделываете сбоку, снизу, как угодно. Вас это бесит. Вы гуглите варианты полегче и поменьше объема, и выходит сам надувающийся коврик. Он занимает столько места. А, перед этим еще есть другой вариант. Это вот такой вот складывающий коврик, потому что здесь вас будет бесить, то, что он будет скручиваться, как только вы его развернули, и то, что в нем есть дыра, которая никак не используется, то есть отнимает объем. Я не знаю, я пытался туда запихивать бутылки от воды, чтобы места меньше снимало, но они выпадали. Короче, отстой. И вы вот когда-то приходите к такому коврику, он занимает примерно столько же объема, но чуть поменьше. Потом вы приходите к сам надувающейся коврику, а потом вас постекает дзен, и вы понимаете, что и это дохера, и есть варианты полегче. То есть вы приходите к такому варианту. Это надувной коврик. Он занимает по объему в пять раз меньше, чем этот. То есть этот коврик более теплый, он по размеру такой же, он более мягкий, он в восемь раз толще при надувом состоянии и в пять раз занимает меньше всего места. То есть вот пример эволюции, когда вы упараетесь по технологиям. То есть это уже можно запихнуть в рюкзак спокойно, и вас это не будет бесить. И это еще не предел, потому что пути задротства, как я сказал, они бесконечно длинные, и в конце концов есть вот такие вот, например, варианты, когда вы решаете, что зачем мне такой длинный коврик, так как мне нужна там опора только под основные точки прикосновения с землей, под жопу, под плечевой пояс, под голову, а под ноги можно положить просто какой-нибудь, ну, рюкзак, например, на ночь. Вы его просто положили. И зачем мне полностью непрерывное, я лучше возьму с отверстиями, и занимать это место будет еще меньше, вот примерно как банка газировки. То есть если вот провести полностью путь задротства на примере коврика, то это примерно так. У вас есть какой-то базовый коврик, потом вы придете к складывающемуся, потом вы самонадувающийся коврик берете, потом вы вот приходите к такому коврику. Дальше начинается следующий уровень жертв, на который вы идете, потому что этот путь просто, по сути, тратите больше денег, потому что этот коврик стоит, тут ценник 300 рублей, этот коврик стоит 16 тысяч. Бэушный можно найти за тысяч за 9. Вот. Но не все так просто, нельзя просто тратить как можно больше денег, когда-то вы начинаете смотреть в сторону, что отказа от универсальности. То есть, например, зачем мне коврик, который будет греть меня, подходит под очень холодную погоду, и это можно 3 сезона в год использовать, когда я могу взять более легкий аналог, который будет весить в полтора раза меньше, и который будет только для лета подходить, но мне типа сойдет. Зачем мне универсальная вещь, более тяжелая, когда я могу взять более специфическую, именно под мои условия, и она будет легче. И потом уже после этого, следующий уровень, вы отказываетесь от удобства. Зачем мне коврик под ноги, я буду короченный, я буду использовать сперфорированный или самый последний этап, когда вы вообще отказываетесь от коврика. То есть это такие уровни легкоходства, когда вы используете гамак и тент, и тогда вам вообще коврик не нужен, потому что палатка, она сразу вам на коврик, потому что вас не нужно изолировать от холодной земли, так как вы ее просто не касаетесь. Второй способ, который я говорил, это совмещение функций. То есть у вас есть, например, горелка, и часто многие походники берут с собой специальный металлический кран, который защищает пламя от ветра, чтобы быстрее закипала вода, и чтобы меньше расходовать газ. Там можно просто взять коврик такой классический и им закрывать, и это будет двойная функция у коврика, и вы не будете в дополнительном весе. То же самое всякие ложка вилки, палки трекинговые, которые используются как каркас для палатки. Ну и самая функциональная вещь – это смартфон, который сразу фотоаппарат, блокнот, компас, справочник по выживанию, часы, фонарик, ну и так далее. Просто надо быть в нем аккуратным и кормить его внешними аккумуляторами. И последний пункт – это когда ты отказываешься от функции полностью. То есть, например, я с собой не таскаю термосы, потому что лишний вес, и я получу за это тем, что я просто захотел чайку попить просто на месте скипятив воду, вместо того, чтобы ее в специальной контейнере таскать с прошлого место, где я разводил, у меня был какой-то лагерь, и я там кипятил воду. Так. Так что про снаряжение я, в общем-то, прошелся по общим принципам. Я не собираюсь рассказывать про лайфхаки, про каждую снарягу, типа как выбирать рюкзак, какие критерии нужны, как его укладывать. Это займет слишком много времени. Общий принцип я рассказал. Единственный лайфхак, самый главный, который надо знать, что если вы позер, который хочет выкладывать в Инстаграм такие фотографии, особенно с ножками, то берите палатку, у которой вход с торца. Если у вас сбоку, вы не сможете делать такие фотографии. Следующее, что я хочу рассказать про еду, про пищу и воду, важная особенность, то, что они весят до хера. То есть вот, например, типичная развеска моего рюкзака. Больше всего занимает, там весит рюкзак, палатка, спальник и коврик, примерно половину. А это если взять с собой еды на неделю. То есть это занимает еще больше вес. Соответственно, то, что вы там пытаетесь сэкономить на палатках, все это легко спустить на еде. И потому что, в общем-то, в вашей спине все равно, откуда у вас там граммы от еды или от палатки тяжелой, позвоночнику вашему все равно. Поэтому правило при подборе еды примерно обратно тому, что мы придерживаемся в обычной жизни. Берите как можно более калорийный продукт. Вот на примере. Если у вас маршрут на 7 дней, средняя там советует энергетическую ценность, чтобы было 2700 килокалорий в день. И вы, допустим, набрали продуктов, у которых средняя емкость энергии 300 килокалорий на 100 грамм. В этом случае ваша еда будет занимать 6,3 килограмма. Но если вы возьмете на 400 грамм, наберете продуктов, 400 килокалорий, то весить будет на полтора килограмма меньше. Но полтора килограмма, вынимаете, что, помните, я рассчитывал табличку, где была стоимость уменьшения веса на 1 грамм, 30 рублей. То есть если вот посчитать, то это там, не знаю, 300 тысяч рублей можно слить просто на том, что вы упарываетесь по уменьшению веса какого-нибудь снаряжения основного, но не паритесь по поводу продуктов, которым вы набираете. Но при этом, если брать в основу калорийность, нельзя обойтись просто тем, что вы возьмете с собой банку майонеза и на ней будете продерживаться неделю. То есть надо все-таки учитывать усвояемость, разнообразие. Короче, там есть нюансы. Самый простой способ – это просто загуглить табличку по калорийности и набрать с собой по 800 грамм на день. Рассчитать. Есть задроты, которые разделяют все на порции. Вот это третий день, полдник, и только тогда его можно есть. Я обычно не парюсь, у меня примерно такой набор. Это на шесть дней мне хватило. И я просто на месяц решаю, что я буду сейчас есть, потому что, как мне кажется, в сумме все равно будет примерно одинаково, независимо от того, в каком порядке и сколько будет конкретный день. Главная особенность у этих продуктов, с большим количеством калорийности, то, что в них минимум воды. То есть вода занимает много веса, но она не несет калорийности, поэтому вместо хлеба у вас сухарики, вместо сосисок, сырокопченой колбасы, ну и вот можно пройтись там шоколад, мюсли, карамельки, семечки, орехи, казинаки, каша быстрорастворимая, горячая кружка, пюре картофельное, роллтон, которое просто пересыпано в пакетик для уменьшения занимаемое место, бич-пакеты, чай и несовик для разнообразия. То есть солидные ребята, которые сильно обеспокоены весом, они вообще там или покупают сублиматы, это, в общем-то, берутся полноценные блюда и просто из них высасывается вся влага и потом это просто как инвайт, просто добавь воды. Есть те, кто самостоятельно высушивает, а не покупая готовые блюда. Ну и другой важный набор свойств этого всего, то что здесь ничего не надо готовить, максимум залил кипяточком и готово, потому что варить западло. Просто не хочется тратить на это время. Что еще? Про воду. Про воду важно, что она, ее ничем не заменить и без нее никуда не деться. Поэтому главное, что знать про нее, это сразу на маршруте просчитать, где у вас будет место пополнения, потому что очень тупо, что когда вы тащите с собой 3 килограмма воды, доходите до родняка, где можно ее пополнить, и задаете себе вопрос, нахера я эти 20 километров тащил с собой эти 3 килограмма лишних. Поэтому просто вода примерно везде бесплатная, на маршруте она, скорее всего, найдется, надо просто заранее знать, где она будет и не брать с собой больше воды, чем будет необходимо по пути до этой точки, где можно будет возобновить запасы. Другой еще лайфхак, что называется гидрация, это когда вы просто перед тем, как стартануть, заливаете в себя как можно больше воды, то есть как эти спортсмены, боксеры, которые там перед сушкой просто заливают все много воды, чтобы повысить уровень влаги, ну, снижение воды в организме, то же самое перед стартом, имеет смысл просто наяривать на воду, просто чтобы в себе ее перевозить. и да, прополнить сказал, и прикипячение, что если вы боитесь воды, которую там в ручейке или из прудика, просто ее прокипятите, и будет нормально. Хотя есть там какие-то таблетки, которые обеззараживают, но я, честно говоря, не пользовался этим ни разу. Про деньги. Как вы поняли, что вещи, которые эффективны, которые весят мало, и которые занимают мало объема, они дороже, чем дефолтное то, что продают в спортмастере. И что с этим делать? Не обязательно объявлять себя сразу крутым туристом и закупать, тратить там до хера денег, потому что есть способ, ну, то есть снаряжение обычно такая вещь, которая 90% времени просто лежит в шкафу, и никому нахер не надо, и используется там пару недель в году. Поэтому самая же есть способ, просто спросите у знакомых, у кого есть снаряжение, и пользуйтесь им. Можно там предложить взамен какую-нибудь услугу, например, я возьму ваш рюкзак, но постираю его и верну чистым, поэтому профит будет для всех. То же самое есть просто фирмы, которые сдают в аренду снаряжение, но так же, как и с снаряжением, которое берется у знакомых, тут проблема в том, что дареному коню зубы не смотрят, поэтому вы не можете контролировать, насколько оно будет хорошее, если вы упоролись там по легкоходству, то вы можете там кривить губки, кривить очень может быть полезной определенной группе людей и абсолютно бесполезно для всех остальных. Поэтому люди могут просто передумать, сказать, нахер мне это надо и продавать с очень большой скидкой свое снаряжение в хорошем состоянии. И обновляться можно уже, когда вы обзавелись такими снаряжениями, которые берете в аренду. Просто раз в сезон, например, добавлять что-нибудь свое, раз в год уже пополнять свою коллекцию своего уже тщательно отобранного. И тогда это будет, если разделить на 12 месяцев, это будет не такая большая трата по деньгам. Дальше про маршруты. То есть как составлять маршруты, куда отправляться. Понятно, что лучше начать с самых простых условий, то есть такой режим песочницы, в котором вы знаете, что с вами ничего страшного случиться не может. Как выбрать, каким критерием должны соответствовать эти места, сейчас я расскажу. То есть это должна быть хорошая погода и должна быть джателем летом, потому что вы не хотите умереть от холода, попасть под дожди и хотите как можно более легкое снаряжение с собой иметь. И вот какой-нибудь август Ленинградская область прекрасные условия, чтобы не замерзнуть насмерть. Чтобы узнать, какая будет температура в месте, куда вы отправляетесь, просто заходите на Википедию и смотрите среднюю температуру за месяц, или есть у нас снимки по месяцам. Это средний покров снежный за май. Поэтому можете просто посмотреть, что нахер в мае есть на Кольский полуостров, там еще снег. А вот в Ленинградской области все зашибись. Там уже снега нет. но это уже когда вы дошли до стадии отправляться в места, где вообще довольно много времени в году бывает снег. обычно просто зима это время, когда вы никуда не отправляетесь и сидите на жопе ровно. Какие еще критерии? Там должно быть... А! Один из важных критерий, что там не должно быть... Вы не должны отправляться совсем в ебеня. То есть главный из критерий, которые я выбираю маршруты, вы надо стараться идти параллельно цивилизации. То есть не уходить просто от нее в ебеня в труднодоступные места, где вам никто не поможет, где в радиусе 50 километров ни одного живого человека. Я стараюсь укладывать маршруты так, чтобы всегда быть где-то в расстоянии одних суток, например, пути до ближайших людей или места, где эти другие туристы проходят. Потому что так просто будет безопасней. Вы сможете в любой момент сойти с маршрута без необходимости топать до конца, если у вас что-то сучи пошло не так. Ну и просто вы, например, можете пополнять запасы еды, заходя в ближайшие поселки, там, вместо того, чтобы тащить с собой до хера этого всего. Ну и там должно быть, естественно, красиво, потому что для чего вы еще отправляетесь? Вы хотите наградить себя за то, что вы решили отправиться. Если вы отправитесь первой раз, то это может быть тяжело и вы должны наградить себя. Про автостоп. Если вы отправляетесь один, то, скорее всего, двигаясь вдоль дорог, машины сами будут восстанавливаться и предлагают вас подвозить. Поэтому сразу решите, собираетесь вы пользоваться автостопом или нет. Если нет, то лучше вообще идти подальше от дороги, потому что это будет раздражать вас постоянно. Останавливаются машины и люди, которые предлагают вас подвезти. Про автостоп надо быть настороженным, потому что, во-первых, это вопрос безопасности, то есть вы не знаете, какие там будут люди, стоит ли им доверять. Но самое главное даже не это, а то, что какой смысл отправляться в путешествии, если вы всю дорогу можете провести в машине. То есть в машине совершенно другие впечатления во время пути будут. И это как такой путь читерства, который не добавляет удовольствия. То есть лучше быть готовым пройти маршрут полностью, но при необходимости воспользоваться автостопом. Потому что если вы, я считаю, что десантироваться сразу на машине финальную точку вашего назначения, это как спойлерить фильм, включить самую развязку. То есть по мне локация, в которую вы отправляетесь, должна раскрываться постепенно. И вообще путешествие есть награда, то есть важнее не точка назначения, куда вы идете, а то, что вы встретите по дороге. поэтому если пользу автостопом, то очень аккуратно и не по многу. И еще важно, что надо рассчитывать, то, что я говорил, рассчитывать на свои силы, поэтому вы должны быть готовы к тому, что ни одной машины не встретится, и весь путь придется пройти на своих ногах, потому что вот был со мной случай, например, на Камчатке, когда я уже возвращался с луканов, и мне предстояло пройти 70 километров до ближайшего поселка. Я шел вдоль дороги, которая на всех картах была обозначена как тропа возвращения с маршрута, то есть там, по идее, должны были дохера машин, которые можно было бы остановить и взять их с собой, и подсесть к ним, которые могли бы меня взять с собой, но казалось, что эта дорога была заброшена. Я часть этого расстояния, не полностью, мне пришлось просто пешком через лес по Камчатке, и это было довольно стрёмно, мне приходилось пересекать, преодолевать реку горную с глубиной больше человеческого роста. Короче, это было жопа, все из-за того, что я доверился и подумал, что там будет автостоп, меня кто-нибудь перевезет и подбросит. Поэтому лучше рассчитывать только на свои силы. и другой важный для меня важное правило составления маршрутов не смотреть фотографии мест, куда я отправляюсь, потому что так вы формируете у себя ожидания, как будет там, куда я отправлюсь. Обычно это еще фотографии сняты крутыми фотографами из National Geographic и вы уже составили себе картинку типа вот там будет так красиво, будет красивый закат, лучики через облака продираться, розовое небо и все очень красиво. То есть и по сути ваше посещение превратится просто в акт сравнения ожиданий с реальностью. Скорее всего реальность будет чуть похуже, поэтому лучше избавиться от ожиданий и не смотреть фотографии мест, куда вы отправляетесь. И последний пункт, про который я хочу рассказать, про безопасность и страх. Человек оперирует рисками, естественно, есть две крайности, между которыми найти баланс. То есть это между режимами мне ничего не будет, как-нибудь что-нибудь придумаю, даже не буду брать с собой аптечку, потому что я неубиваемый и что со мной может произойти. И второе состояние крайнее это а вдруг в меня попадет молния, что я буду делать в этом случае, что будет, если я сломаю позвоночник, как я буду на руках выползывать из тундры, отбиваясь от волков. И в таком режиме, естественно, поведение будет как упрямую до пискаря, вы будете просто сидеть в квартире и никуда не будете отправляться. Поэтому как найти этот баланс между двумя состояниями сказать сложно, потому что каждый принимает решение о своем допустимом риске сам, и я не в праве вам рекомендовать какие-то значения, то есть это вы должны решить самому, сами. Но чтобы принять это решение правильно, надо понимать, что то, чего вы боитесь, и то, что вам угрожает, чаще всего немного разные вещи. Например, чаще всего вы опасаетесь того, про что вы наслышаны, или то, что с вами было, и недооцениваете опасность того, что с вами никогда не происходило. То есть если вы однажды словили отравление вылазки, вы всю оставшую жизнь будете с собой 10 рулонов туалетной бумаги таскать. А если вы там, например, никогда не там мозоли не натирали, вы скорее все-таки нахера мне с собой брать пластыри. То есть когда я возвращаюсь из вылазок, я обычно выкладываю все свое снаряжение и принимаю решение, сколько раз я пользовался этим вещами и нужно ли в следующий раз. Если бы я пользуюсь таким же критерием для, например, аптечки, то я бы скорее бы вообще не брал с собой аптечку и потом бы сильно за это поплатился. Поэтому лучше всегда иметь в голове варианты, что я буду делать, если произойдет какая-то вещь самая плохая, но при этом вы понимаете вероятность этой вещи. А вероятность определяется из вашего опыта, поэтому то, что я говорил, сначала отправитесь в контролируемые условия, в песочницу, в которой вы играетесь, понимаете, как это вообще устроено, и дальше потихонечку увеличиваясь в градус опасности или отсутствие контроля. так да, например, вот хотел провести аналогию, когда в Советском Союзе готовили космическую программу по отправлению космонавтов в космос, у них, насколько я знаю, был такой принцип отношения к безопасности космического корабля, что если отказала какая-нибудь одна система, то должна оставаться возможность продолжить миссию, а если отказали две какие-то системы, то должна оставаться вероятность, возможность вернуться обратно целым и невредимым, даже если сама миссия будет там отменена. Это довольно суровые критерии, которые могут сильно определить вообще сколько вы берете с собой, поэтому для меня мне кажется, что это слишком суровый, но вот базовый принцип, что если у вас что-то одно отказало, не знаю, снаряжение или часть тела, у вас должна возможность, вы должны понимать, что вы будете делать и всегда держать в голове ситуацию, типа, где я сейчас нахожусь, где цивилизация, где помощь, какие условия вокруг и что я буду делать, если произойдет что-то не так. да, и самое главное про еще про безопасность, что отправляясь на маршрут, если вы чувствуете себя в небезопасности, всегда можно местным спасателям, МЧСу, просто информацию о своем маршруте доложить, сказать, что я такой-то, такой-то, и отправляясь оттуда, планирую пройтись сюда-то и вернуться в цивилизацию в таком-то число. Они все записывают, и потом, если спустя некоторое время, после момента, когда вы должны были вернуться, вы не выходите на связь, они там начинают шевелиться, и в конце концов там на вертолете вас будут искать, потом вам выставят ценник за этот вертолет. Потому что реально, если вам не отгрызл медведь ноги, то, скорее всего, это будет не бесплатно. То есть я, честно говоря, ни разу не сообщал спасателям о своем маршруте, но это, наверное, не очень хороший принцип, потому что мне просто было неловко перед ними их напрягать, типа, что они там будут потом беспокоиться, ну, они не будут беспокоиться, но им надо будет как-то рыпаться обо мне. Поэтому, типа, ребята, спасибо, не надо, я сам. Хотя вот, когда я выбирал себе пуховичок, я вот цвет его выбирал по принципу с вертолета, чтобы было заметное пятнышко моего тела. Так что, главное про безопасность, что вы должны доверять себе и знать свой уровень, то есть адекватно оценить свои возможности. Теперь про конкретные опасности, которые вас могут подстерегать. Самый главный, это обычно спрашивают про животных, типа, что делать, если вы встретили медведя и все такое. Вообще, про все эти безопасности вы можете посмотреть, к нам приходил человек, который разбирается, который профессионал по выживанию, и я рассказываю на своем опыте, а я просто не пуганный, а он опытный, поэтому рекомендую просто посмотреть его лекцию, я просто скажу про свои собственные наблюдения, свой опыт. человек обычно считается вершиной пищевой цепи и никакому животному по умолчанию в пищу не захочет сорвать человека. В обычных условиях бывают, конечно, исключения. То есть чаще всего достаточно обозначить себя как человека и все остальные животные убегут в страхе. То есть опасность может быть, если вы застали животное расплох, и тогда уже будет вопрос, что оно будет считать себя опасностью и будет как будто вас защищаться. Но если вы заранее предупреждаете животный мир, что вы идете, то обычно все просто сваливают с вашего пути. Ну, естественно, это если вы только не клещи. Просто в клещи надо просто прививку. То есть обычно когда говорят про опасность животных, про медведей, достаточно, недостаточно, желательно просто обозначить себя как человека, то есть петь песенки, хлопать в ладоши, свистеть в фисток, то есть шуметь ветками, просто предупреждать о том, что разойдитесь, я иду. И все свалятся с вашего маршрута. Поэтому надо обозначить себя как человека, но не надо обозначать себя как источник пищи, потому что животному вы, может быть, неинтересны, но ему могут быть интересны продукты, которые вы с собой тащите. Поэтому от вас не должно исходить запаха еды, вы не должны быть для животных источником пропитания. Это означает, что вы не должны закапывать еду, вы не должны выбрасывать объедки, вы не должны ни в коем случае кормить животных, и на ночь продукты лучше не хранить в палатке, чтобы животное к вам не заглянуло. И вообще лучше иметь герметичный мешок, в который вы всю еду и весь свой мусор укладываете, и так как он герметичный, то он просто не будет пахнуть. И в этом герметичном мешке уже хранить все, что пахнет едой, и на ночь укладывать подальше от палатки, чтобы если вдруг животное учить, чтобы оно не к вам в гости заглянуло, а как на севере пожало все мои запасы, но оставило мне шоколадки. это профилактика взаимодействия с животными, а если дело дошло до серьезных условий и обстоятельств, то лучше иметь средства защиты. Это фальшфейер, такая штука. по сути файер, который громко трещит, извергает пламя, и его боятся животные. И спрей против животных, это против медвежий, контроль АС. Обычно до него дело не должно дойти, но в целом это лучше, чем без него. Это скорее добавляет чувство уверенности. дальше опасности это люди. Люди, в общем-то, как звери. По умолчанию они не несут опасности, но кто знает, что в голове у этого существа. Поэтому я стараюсь не взаимодействовать с людьми, если мне от них ничего не надо. То есть на моем пути попадается населенный пункт, село, или просто вижу, что там стоянка людей издалека, если мне от людей ничего не надо, я обойду стороной. Потому что кто знает, чего у этих людей будет. И даже если намерения у людей хорошие, то это может быть просто некомфортно, потому что, например, гостеприимство непрошенное может быть отвратительным быть. То есть когда вы пытаетесь просто идти своей дорогой, а вас практически на село оставляют поговорить за жизнь, заглянуть в гости, отведать водочки и так далее. Защищаться можно примерно так же. Фальшфейр, наверное, не отпугнет. Перцовый баллончик может спасти. Если вы опасаетесь русских людей, то можно отправиться в общем-то за границу. То есть я читал в Твиттере трет девочки, которая по за полярию бродила одна с рюкзаком огромным тоже. И вот она рассказывала, что в Россию я не сундусь, а вот она там по Норвегии, по Швеции, по Финляндии, по-моему, спокойно гоняет. Не знаю, действительно такая большая разница между людьми России и зарубежными. Не знаю, я большинство людей прекрасные в России, тех, которые встречал. И это скорее, наверное, просто, чтобы чувствовать себя безопасно. Если вам будет комфортнее, то можно избегать путешествий по России. Травмы. Про травмы. В общем-то, примерно то, что я уже рассказывал, что благодаря тому, что ваш маршрут продуман так, что вы не очень далеко от цивилизации и от мест, где находятся люди, то это не должно быть критичной проблемой. Хотя, конечно, если вы фантазируете о том, как вам сломает бревно позвоночник, то это ничего вас не спасет. Это ситуация на уровне кирпич на голову упал на улицу. Это то, что вы не можете контролировать, но вы можете контролировать, например, подвернул ногу или поранился или отравился. В этом случае надо просто принять решение понимать, пройдет ли эта ситуация сама. Например, если вы отравились, вы могли просто поставить палатку, следующие два дня приходить в себя и потом просто продолжить путь по укороченному маршруту. А если вы понимаете, что надо выбираться, то вы просто так, как отравились в ситуацию, вы знаете, в какую сторону направиться. с подвергнутой ногой вы будете передвигаться медленно, но вы все равно сможете добраться до места, где вам помогут. Разоблудился. Так как у вас должен быть телефон с установленным приложением Maps.me, на котором оффлайновые карты и GPS, который работает независимо от интернета, потому что связи, скорее всего, не будет, то неправильный порядок про холод. Про холод, в общем-то, сказать-то особо нечего. Если вы отправитесь в условия, где не будет адских морозов, просто потому, что вы умные и не будете идти туда, где есть шанс замерзнуть, то вы будете все хорошо, а если нет, то просто надо помнить, что у вас всегда должен быть сухой спальный мешок, который должен быть всегда быть готовым вас холодного и мокрого принять. Поэтому просто что бы ни случилось, храните спальный мешок в гермомешке, и он всегда вас спасет. Ну, вообще, про это лучше опять же посмотреть лекции про выживальщиков, как там разводить костры и все остальное, чтобы не разлободился, то, что я начал говорить, что вы заблудились тогда, это означает, что у вас умер ваш телефон, на котором есть навигация. В этом случае есть просто два варианта основных. Вы можете просто вернуться той же дорогой, как пришли назад. У меня, в общем-то, не было маршрутов, на котором все направления были одинаковые, на которые я не мог понять, типа, откуда я пришел. То есть нет такого, что я там через лес просто насквозь иду и все направления одинаковые. Поэтому всегда есть возможность вернуться назад. Ну, и так как вы знаете, где находится цивилизация, и вы от нее недалеко, достаточно просто примерно знать направление, в которое надо идти, чтобы добраться до помощи. Потому что вы не ушли там за 300 километров от ближайшего населенного пункта, и вы можете по себе контролировать ситуацию. и последний пункт это страх. До того, как вы начали путешествие, страх будет максимален, потому что это неизвестность, а неизвестность всегда пугает. Но на самом маршруте чаще всего вам будет не до страха, потому что вы будете просто решать бытовые вопросы. По крайней мере, у меня это так. То есть вам не до того, осознавания, что вы сейчас находитесь один на дикой природе, и там на расстоянии десятки километров никого нет вокруг, и если вам что-то случится, то вы сможете рассчитывать только на самого себя. Обычно вам не до этого. Вы решаете какие-то бытовые задачи, где вы сейчас находитесь, сколько вам идти, где поставить лагерь, по какой тропе выбрать свой путь и так далее. Единственное, что страх может прийти обычно в темное время суток, когда становится темно, и в человеке просыпается первобытный человек. То есть вы начинаете бояться любых шорохов. Поэтому просто старайтесь остановиться заранее до заката, чтобы не приходилось расставлять палатку в темноте. И когда вы забрали в палатку, я обычно вставляю себе беруши, уши, просто потому, что каждый шорох снаружи может вас беспокоить и провоцировать фантазию. А так как контролировать то, что снаружи палатки вы уже не можете, потому что вы лежите в спальне мешке. Вы просто затыкаете уши, включаете этот источник и говорите «Мне уже все равно, что снаружи, я лег спать». И обычно, так как вы прошагали довольно много километров, то вы довольно быстро отрубаетесь опять же без отвлечения в виде размышления о том, что такое, в какой жопе я оказался и без этих панических атак. Так что в общем главный принцип «Глаза боятся, руки делают, ноги уходят». И важная картинка, которую хочу показать, кто знает, что это такое. Это в общем-то расскажу. Это про самонадеянность и то, что я сейчас вам рассказал. Все, это могло показаться, что все это очень легко. Но это может быть действительно легче, чем вам казалось до этого, но на самом деле надо всегда понимать границу своей компетентности. Эта палатка это место, где пытался спастись один чувак. Короче, история такая, что в каких-то 2000-х годах какой-то студент, паренек решил впечатлить девушку, которого бросила и отправился зимой в лес. Это где-то было под Новосибирском. Ушел в лес, поставил палатку, там у него ловила связь, и он хотел оттуда монтоваться, какой он мужик. Писал оттуда на форумы выживальщиков, типа, о чем ребятам и дальше делать. Ну, в общем, он переоценил свои способности, и он замерз насмерть. И вот спустя год только нашли его место. Это вот его палаточка из полиэтилена, которой он пытался спастись, и у него ни хера не вышло. Это все к тому, что вы должны знать границы своей компетентности и не лезть туда, куда лучше не лезть. То есть я, например, не полезу в горы прям по-настоящему. То есть я с с сожжениями, с этими кошками и всем остальным. То есть я понимаю, что я в этом ничего не разбираюсь, я, скорее всего, убьюсь, поэтому оставьте это. Я оставляю альпинистам и подвинутым ребятам, которые там всякие категории и подготовка. Мне в это лезть не надо. То же самое там, не знаю, сплав по реке и какие-то другие экстремальные условия. В снег зимой я никуда вот в такие условия никогда не отправлюсь, потому что я понимаю, что моих знаний недостаточно для того, чтобы уцелеть и не навредить себе условиях. Поэтому главные принципы, которые касаются безопасности, вы должны верить в себя, но и знать себя. То есть знать границу своих возможностей определяется она опять же через опыт, через контролируемые условия, в которых вы обогащаете себя новыми условиями, в которых вы как-то оперируете и обзаводитесь новым опытом. Так что не знаю, или я хакнул систему, или я непуганный лобоеб. Все. На этом конец. Я готов ответить на вопросы. Если хотите, потом можете покопаться в рюкзаке, чтобы понять, какое снаряжение лучше с собой брать, то есть я могу проконсультировать. лобоеб. Продолжение следует...